Друзья, за окном осень, дождь, прохладно, а я выкладываю вторую серию своего солнечного путешествия в Галининград и Галининградскую область. В этой серии мы с вами побываем на еще одном курорте Балтийского моря. Возможно, уже кто-то его узнал по небольшим фрагментам. Все верно, это Светлогорск, бывший курорт восточной Пруссии Раушен. Я думаю, многие, кто планирует поездку в Галининград, задумаются, а в какой же лучший город посетить? Светлогорск или Зеленоградск? Ну а те, кто уже там побывал, думаю, сами для себя пытались сравнить, а где же им больше понравилось. Я скажу так, оба города разные, но оба города прекрасны по-своему. И в конце я обязательно расскажу, какой же город больше нравится мне. А вот когда ты приезжаешь в эти города, ты как будто переносишься из России в Европу. Я бы сказал так, Галининград и ее область это такая нетипичная Россия. Ну а сейчас, друзья, пойдемте смотреть Светлогорск. А вот это перед вами цветочный магазин. Исторически он здесь тоже был раньше цветочный магазин. Сейчас это и магазин, и кофейня. Два в одном, так сказать. Очень-очень уютное, очень атмосферное место. Я бы сказал, одно из таких мест. Позже я покажу вам еще одно место. Очень уютное и очень красивое. Ну а пока вы будете со мной гулять по Светлогорску, я попробую рассказать, в чем же разница между этими городами. А вот кто не видел первую серию из Зеленоградска, ссылка будет в описании под видео. И вот что первое нужно учесть, когда вы соберете Светлогорск, то до него ехать где-то около часа, может быть даже чуть побольше, от Северного вокзала, от Южного еще, соответственно, дальше. И в Сатагорске, так как сейчас проблема с набережной и пляжем, я вам позже обязательно покажу ситуацию с пляжем в Светлогорске. Так вот, в Светлогорске не особо и поплаваешь. И поэтому на пляжах Зеленоградска сейчас толпы людей, в городе тоже полно туристов, в общем, Зеленоградске, настоящая такая курортная атмосфера. И да, ехать до Зеленоградска от Северного вокзала, по-моему, минут 30. И это получается самый близкий город с морем от Калининграда. И если говорить об архитектуре Зеленоградска и Светлогорска, то она, в общем-то, аутентична, и война ее не очень затронула. Но об архитектуре мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте я вам покажу еще одно очень уютное и атмосферное место. В принципе, я не делал ее обзоры на кафе и рестораны, где поезды в Светлогорске и Зеленоградске. Это, мне кажется, немного отдельное. Мне вообще нужно снимать ролики. Но вот это кафе в Светлогорске привлекло мое внимание своей атмосферой. Это, наверное, будет единственное место, которое я очень детально отснял. Это, собственно, культурное пространство Телеграф. Это же и галерея художников, здесь и мастер-классы, и выставки. Но, конечно же, и кофейня. В интерьере создан уют, такое тепло, атмосфера дома. Можно попить кофе, какао, чай, что вы любите, и послушать жаз на виниловых пластинках. И разглядывать, подходить в разные предметы искусства. Или просто смотреть в окно, наслаждаться природой Светлогорска. В общем, это невероятное место. Мне оно безумно понравилось. Если вы будете в Светлогорске, советую посетить и получить такие же эмоции, как получил и я. Если Зеленоградск – это город котиков, то он такой бурлящий, наполненный туристой, шумный, быстрый. То Светлогорск – это первый город в России, включенный в ассоциацию городов Читаслоу. Это международное движение, основанное в Италии. И переводится как «медленный город». Где-то в середине видео обязательно появится символ Читаслоу – улитка. Но это и действительно ритм жизни в Зеленоградске и Светлогорске очень отличается. А в Светлогорске все-таки такое неспешное, размеренное, тихое и умиротворяющее что-то. Ты гуляешь среди прекрасных деревьев, любуешься великолепными архитектурными красотами. И в Светлогорске, как мне еще показалось, такое большее количество профилакториев, санаторий и лечебниц. Да, возможно, такой, знаете, еще есть момент для кого-то, может быть, это будет важно. Обратите на это внимание. Если сравнивать рельефность двух городов, то в Зеленоградске больше это равнинная история. А вот в Светлогорске вы будете все время ходить то в гору, то с горы. И да, там даже и здание располагается на вершинах. Так что, собственно, вот мы пришли к этой улитке Читаслоу. И если Зеленоградск это рыбацкая деревня, из которой произошел курорт, и это прослеживается в архитектуре города, где, гуляя по городу, вы встречаете маленькие рыбацкие домики. А вот Светлогорск уже изначально был курортом, но он начинался не с моря, а с Тихого озера, на котором сейчас мы с вами и находимся. Вы можете нажать на паузу и почитать небольшую историческую заметку об этом озере. А вот когда приезжаешь в Светлогорск, вот ощущение, что ты попадаешь прям сразу, ну это даже не ощущение, так есть, ты попадаешь сразу в лес. Это прям город в лесу с огромным количеством зелени. Но что самое удивительное для меня, так много деревьев, а я не встретил ни одной белки. Немного поделюсь с вами такой и грустными заметками. Вот что в Зеленоградске, что в Светлогорске. Город развивается, города строятся, и там появляются человеньки. Такие нетипичные дома для таких маленьких красивых городков. А вот что мне очень нравится, когда гуляешь по лесу среди вот этих красивых вилл, нет глухих заборов, из-за которых не видно ничего, только крыши домов и деревьев. Здесь везде стоят такие прозрачные кованные заборы, которые просто невероятно, мне кажется, подчеркивают красоту домов и вписываются в этот лесной ландшафт, создавая какую-то просто сказочную атмосферу. Ну а мы с вами дошли до самого интересного, до набережной. Что в Зеленоградске, что в Светлогорске, есть на набережной бювет. Но в Светлогорске он открылся буквально недавно, то ли в этом году, а может быть в прошлом. Но в предыдущих годах его точно не было. Так вот, бювет здесь очень красивый, он большой, чистый, такой прозрачный весь. А вот если говорить о пробе воды, ее сравнить между Светлогорской минеральной водой и Зеленоградской, я не скажу, как-то я сильно заметил разницу, но скажу так, мне понравилась вода и там, и там. Ну а теперь давайте прогуляемся по променаду и по набережной Светлогорска. На набережной Светлогорск уже идет не первый год стройка. Я так понимаю, что хотят соединить две набережные, Светлогорска и Балтийска. Так вот, сейчас получается, люди там на небольшом кусочке пляжа отдыхают под зонтиками, на шезлонгах, а мимо них проезжает строительная техника. Выглядит это все вот так вот. И плюсом ко всему этому еще и шезлонги платные. Сейчас я вам покажу. Вы нажмите на паузу и посмотрите приз Курант на все это такое вот чудо-мероприятие. Ну, не все так, конечно, грустно. Конечно, это ран или поздно закончится, это раз. А во-вторых, есть еще более дикий пляж, так скажем, который был, кстати, как раз таки в начале видео. Но мы к нему еще обязательно вернемся. Так как рельефность Светлогорска неравнинная, вам везде придется преодолевать возвышенности. В гору, сходить по лестницам или более выбрать легкий способ, как я, подняться на лифте. Лифт стоит 50 рублей. И вы попадаете на обзорную площадку. Вот это, кстати, только что был вид в сторону Балтийска. Ну, а далее вы выходите на улицу и попадаете прямо к Янтарь-холлу. Это, собственно, пространство, где проходят выставки Янтаря в продаже. Ну, и, конечно же, это концертный зал. Ну, а мы с вами возвращаемся к началу ролику. Так сказать, к островку свободы от стройки. Это единственное место на пляже, где еще не так сильно идут работы. И пляж чуть побольше. Народ, конечно, тоже чуть побольше. Но там можно спокойно отдыхать. Так, а, собственно, что же происходит в Светлогорске с пляжами? Пляжи в Светлогорске забирает природа. Она размывает эти песочные пляжи. И происходит такая борьба человека с природой. Но посмотрим, что из этого выйдет. В 2025 году там вроде бы написано на паспорте, что эта стройка должна закончиться. В Светлогорске обычно работы ведутся круглогодично. Там нет какой-то сезонности. Поэтому, я думаю, закончат к 2025. Будем надеяться, по крайней мере, что закончат. А это еще один способ подняться с пляжа в город. Это старая канатная дорога. Запущена она была с 1983. И вот по сей день доставляет людей наверх. Когда на канатку поднимаетесь, это там дорога получается близко к вокзалу. Да, стоимость проезда тоже 50 рублей. Там все по 50 рублей. Туалет, лифт, канатка. Но на канатке, на самом деле, приятно прокатиться. Очень милые желтые кабинки, которые раскачиваются с стороны в сторону. И приятный вид на море и лес. Так что, если вы будете в Светлогорске, прокатитесь на канатке. Вам, я думаю, обязательно понравится. Но и сэкономите силы. Потому что, если подниматься, то очень-очень много придется идти по лестницам. А это, друзья, собственно, Южный вокзал. Я очень вам советую его посетить. Потому что посмотрите, какая невероятная архитектура. Да, это, кстати, архивный кадр где-то двухлетней давности. Это, между прочим, лето было. Было невероятный дождь. Так вот, посетите его, вам понравится. Даже если вы живете где-то рядом в центре, в северном, все равно съездите, посмотрите. Ну, а на этом, друзья, что я буду с вами прощаться. До новых встреч. С вами был Коломбо. Всем пока.